Рынок на проспекте строителей вот уже несколько дней радует покупателей наличием бахчевых. Цена за 1 килограмм 60 рублей. В среднем арбуз обойдется покупателю в 300-400 рублей. Продавцы заверяют, полосатые ягоды привезли из Дагестана. Якобы сейчас там самый сезон. Арбузы сочные, вкусные и без нитратов. Арбузы в начале июля у покупателей уже давно удивления не вызывают. Кроме того, пользуются спросом. В день на одной точке удается продать по нескольку десятков арбузов. В основном берет их молодежь, а вот старшее поколение относится к раннему урожаю бахчевых с осторожностью и предпочитает не рисковать здоровьем, а брать сезонные фрукты и овощи. Дело в том, что он из такого дальнего расстояния едет. Берут несозревшие, по дороге они может созреваться, но может не покидеть страницами в холодильниках, в тепле. Раннюю продукцию не покупали. Всему свое время. Придет август, будем есть арбузы. А сейчас едим черешню, брикосы. На рынке на проспекте строителей ни один продавец не смог нашей съемочной группе предоставить документы на товар. А это грубейшее нарушение. Продавать арбузы без заключения ветеринарного контроля запрещено. У продавцов должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность. За их отсутствие продавец может поплатиться рублем и впрощаться со своим товаром. Только в прошлом году Роспотребнадзор изъял у владимирских торговцев 400 килограммов арбузов. А еще по Санпину запрещено продавать арбузы в разрезанном виде. Надзорное ведомство держит на особом контроле продажу бахчевых. Ведь случаи отравления арбузами регистрируются в нашей области каждый год. Ранние арбузы мы не рекомендуем детям, так как даже небольшое количество нитратов может привести к отравлению ребенка. Так как организм у него еще недостаточно сформирован. Также ранние арбузы мы не рекомендуем пожилым людям, людям с заболеваниями хроническими, это желудочно-кишечного тракта. Еще одна опасность при покупке не только некачественного, я имею в виду нитратного арбуза, еще существует опасность, это бактериальная инфекция. И как показывает практика, большое количество нитратов содержится именно в ранних арбузах, которые везут из-за границы. В основном на Владимирских прилавках сейчас бахчевые из Ирана, Турции и Дагестана. Через несколько недель в регион начнут завозить полосатые ягоды из Азербайджана. И в августе во Владимире уже можно будет найти бахчевые из Краснодарского края. Говорят, чтобы выбрать вкусный арбуз, совершенно не обязательно его разрезать на прилавки, достаточно просто на него внимательнее посмотреть. Корка должна быть ярких, контрастных цветов, а хвостик должен быть хорошо подсушенным. Впрочем, специалисты Роспотребнадзора не рекомендуют этими советами воспользоваться сейчас. Достаточно подождать до середины августа, по крайней мере в это время. Покупать полосатую ягоду будет куда безопаснее. Ирина Шульга, Артем Карпов, телеканал «Вариант».